Смотрите, Google Shopping. Давайте сначала я более подробно представлюсь. Я работаю в компании Midpick, занимаю должность Middle PPC специалист. Более трех лет веду свои проекты. То есть мой общий оборот по аккаунтам больше трех миллионов гривен месячных. То есть опыт у меня немножко есть, немножко поднабрал. Поэтому сегодня мы с вами поговорим про Google Shopping. Плюс это будет вебинар больше как инструкция даже для вас. То есть от самого А до самого Я. От регистрации Мерчант-центра подготовки ТИДА до запуска рекламных кампаний. В процессе мы с вами обсудим, какие есть типы, что лучше, что хуже, что стоит брать, что не стоит брать, судя по моему опыту. Ну и так далее. То есть, сейчас секунду, переключаю. То есть о чем мы поговорим? Мы с вами сегодня зарегистрируем и настроим аккаунт Мерчанта. Я вам расскажу, как подготовить правильно их данных. И шоппинг, умный шоппинг, об этом подробнее поговорим. Посмотрим, как его настроить и что с ним делать дальше после того, как он настроится, как соберется определенная статистика. Но сначала немножко о нитпик. Кто не знает, мы работаем на рынке с 2006 года. У нас более 2000 успешных проектов и больше 200 сертифицированных специалистов. Есть 7 офисов в 4 странах мира. Вот как-то так. Вот статистика про нас вообще в принципе. Почему нам доверяют? То есть, мы проводили опросы среди наших клиентов. Вот 3 основных пункта, по которым нам доверяют. То есть, в этом нам нет равных. Среди наших клиентов есть были Олифт, Радбанк, Евроше, Бе-Бутик, Цитрус, Пу-Концерт и так далее. Что входит в компанию нитпик-групп? То есть, у нас есть 8 компаний отдельных. Это само собой нитпик, серфстат, веб, Академия Оушен, Ингостат, Октопус Ивенс, нитпик софтвер и Тонки Лагуна. То есть, я думаю, вы с кем-то из этого знакомы. Не буду сильно останавливаться. Давайте переходить к теме шоппинга. Давайте тогда так. У меня к вам быстрый вопрос. Кто вообще работал с шоппингом? В курсе, что такое шоппинг и зачем он нужен? Можно в чатике быстро в двух словах. Что такое шоппинг? Шоппинг – это товарное объявление в польске. То есть, вот на примере вы можете видеть по определенному запросу мы видим пул продавцов, которые нам предлагают купить свой товар. То есть, в чем его крутость? Сразу видно продавца, цену и так далее. То есть, вы можете сразу сравнивать и переходить туда, где вам интересно, какой магазин вас привлекает, где более выгодная цена. То есть, отображается сразу под результатами поиска, сбоку, справа от результатов поиска. И также есть отдельная вкладочка – покупки. Можете обратить внимание, это тоже Google Shopping. В принципе, вот это все. То есть, выглядит круто, но чтобы его правильно настроить, придется немножко поморочиться. Идем дальше. Так, что нам нужно для того, чтобы запустить шоппинг? Изначально нам нужно удостовериться, что наш сайт соответствует требованию мерчант-центра для запуска Google Shopping. Потом сам аккаунт мерчант-центра, фид-данных, связать мерчант-центр с аккаунтом Google Ads, запустить РК и впоследствии оптимизировать наш РК, что-то с ними делать. То есть, первое, как подготовить сайт? Есть основные пункты, которые влияют, которые шоппинг проверил. То есть, специалисты мерчанта проверяют ручную, проверяют очень пристально. Это способы оплаты, это протокол HTTPS, доставка, контактные данные и условия возврата и обмена. Давайте немножко подробнее. Способы оплаты. То есть, у вас на сайте должна быть обязательно возможность оплаты онлайн. Если ее нет, вы не сможете зарегистрировать аккаунт мерчанта. У вас его сразу же заблокируют. Если по каким-либо причинам вы не можете внедрить оплату онлайн, есть обходной путь, на который Google ведется. Вы можете указать пункт оплаты онлайн, но после того, как человек совершит заказ, на почту ему отправлять банковские данные. То есть, куда человеку оплатить. Это вот такой обходной способ, который немножко заморочен, но он работает. Это единственный вариант, как можно обойти внедрение оплаты онлайн. Потом протокол HTTPS. Я думаю, на нем уже все, но есть еще такие люди, которые на него не перешли. То есть, это протокол защиты данных, шифрование. Опять же, это связано с оплатой онлайн. То есть, если у вас внедрена оплата онлайн, но нет протокола HTTPS, то данные, ну, сайт подвержен взлом, и могут эти данные стыли. Поэтому это обязательно. Теперь доставка. Доставка должна быть, возможно, в любую точку Украины до двери. Неважно, каким перевозчиком вашим, и в новой почте, либо в Google почте, ну, должна быть возможность заказать товар до двери, в любую точку Украины. Контактные данные. Те контактные данные, которые вы указываете на своем сайте, должны быть актуальны, потому что Google проверяет, менеджеры Google проверяют эти данные, если они не соответствуют, вы будете заблокированы. И также на сайте должно быть обязательно расписано условия возврата и обмена. Вот эти, сколько, пять пунктов, которые нужно сделать обязательно с вашим сайтом, если вы хотите запустить Google Shop. Вот здесь ссылочка, я думаю, презентация потом у вас всех будет. Здесь мы собрали еще пару моментов, на которые стоит обратить внимание, и здесь все подробно написано, потом посмотрите. Сейчас загрузится. Почему могут заблокировать аккаунт? Тут все подробно расписано, кому будет интересно, можете потом почитать. Вопросы есть пока по этому пункту? Вопросов нет. Хорошо, если будут вопросы, пишите, в процессе будем отвечать. Дальше, регистрация на Чан-центр. Тут я предлагаю перейти в живой аккаунт и пошагово все зарегистрировать. У вас потом у всех будет доступ... Так... У вас потом у всех будет доступ к видео, поэтому я не стал заполнять презентацию и решил, что лучше будет, если вы это вживую посмотрите, потом проще будет это вспомнить. Поэтому я перехожу в специально подготовленный на Галячий аккаунт. То есть просто в поиске выбиваете аккаунт на Чан-центр, попадаете на вот эту вот страницу и у вас тут сразу кнопочка будет «Создать аккаунт». Нажимаем. Создать аккаунт на Чан-центр. Погнали. Тут все на английском. Кому это мешает, вот в ссылочке есть английский язык, можем поменять на русский и вас переведет на русский. Вот. То есть первое, что нужно сделать, это ввести информацию о вашей компании. Страна, где у вас бизнес? У нас это Украина в основном. Числовой пояс, тогда. Как пользователи смотрят приобрести ваш товар на сайте? Так. Какие еще инструменты вы пользуетесь? Если пользуетесь, выбирайте. Если не пользуетесь, оставляйте. Вот здесь советую все подключать. То есть Google каждый месяц лично мне присылает рекомендации по моим аккаунтам, что можно улучшить, что сделать. Ну и последнее. Принимаю условия. Если интересно, можете нажать и почитать. Чего там такого? Действительно. Идем дальше. Ваш канал готов. Качки. Дальше. Нам предлагают добавить товары. Пока этот пункт пропустим, вернемся к нему немножко позже. То есть что здесь? Сайт. Здесь нам нужно указать домен вашего сайта. Причем вы должны понимать, что на один сайт может быть только один аккаунт Мерчант-центра. Если вы попытаетесь поставить второй, то у вас первый аккаунт потеряет права собственности. Об этом сейчас немножко подробно. Сайт не подтвержден. Права не заявлены. Нам нужно подтвердить, что сайт принадлежит нам и заявить на него права. Мы это можем сделать тремя способами. То есть первый, если у вас есть аккаунт аналитики, который установлен напрямую в код сайта, можете нажимать сюда, нажать вот «Подтвердить URL». и если у вас аналитика установлена правильно, у вас здесь все автоматно подтвердится. Второй способ, если у вас все настроено через GTM, через Google Tech Manager. Тогда, опять же, если у вас GTM установлен на сайте, установлен он правильно, то есть верхняя часть, нижняя часть, тоже выбираете GTM, подтвердить URL. И если все правильно, оно у вас подтверждается. И третий, с моей точки зрения, самый лучший способ, это когда у нас есть доступ к коду сайта. То есть я выбираю вот этот, здесь есть одна строчка, которую необходимо вставить на главную страницу в разделе «Хэд», перед первым разделом «Боди». Причем, вы должны запомнить, что вот этот вот код, если вы вдруг решите зайти с другого компьютера, будет другим. Поэтому, когда программист внедрит вот этот код на сайт, нам нужно же с этого же компьютера зайти и нажать «Подпредит». Потому что, если вы сделаете это с другого, тогда у вас будет другой код, вы не сможете подтвердить. В принципе, ничего сложного нет. Давайте пока остановимся. Вижу, много вопросов насыпалось. Так. А указать, после оформления заказа реквизиты поможет об этом? Да, поможет. То есть, когда... Тут должно приходить письмо после оформления заказа на почту человеку, который этот заказ оформил. И в этом письме должны быть реквизиты для оплаты. Причем, они должны быть корректные, потому что Google будет это все проверять. В презентации можно скачать и доп. материалы? Это больше вопрос кати. Я не знаю, как это будет. Так. Юлия, оплата выставляется в гривнах. Что вы имеете в виду? Оплата чего? Если оплата за рекламу, там в зависимости от аккаунта. Да, вы просто когда проставляли, прошу прощения, там в фиде на окошке были указаны рубли. Мне было интересно, там же можно будет? Рубли? Рубли – это предпросмотр. Это просто окошко, которое есть. У нас все гривны, ну, все валюты указываются в фиде, а за саму рекламу мы платим той грунтой, которую выбрали в аккаунте Эрс. Я поняла, спасибо. Да, то есть, когда мы к фиду дойдем, я в этот момент уточню. Так, Рома, будет запись? Да, будет. Презентации не вижу, потому что я ее пока не включил. У меня включен экран, где я все настраиваю, скажем так. То есть, вот, вернемся. Вы подтвердили права, здесь у вас две зеленые галочки. Прекрасно. Идем дальше. Вот так вот выглядит основной экран Merchant Center. В принципе, что нам нужно сделать следующим пунктом? Следующим пунктом нам нужно заполнить сведения о компании. То есть, вот здесь тоже лучше добавлять все. Для вас так будет проще. Если нет, то можно опустить, но, хочу сказать сразу, что сейчас Google идет по тому пути, где нужно все подтверждать, все верифицироваться. Поэтому это лучше заполнить, если есть такая возможность. Сайт мы уже подтвердили. Дальше. Доставка и возврат товаров. Вот здесь тоже необходимо настроить зоны доставки. То есть, видите, плюсик. Сейчас это не обязательно, но я заметил, что в моих аккаунтах уже появилось предупреждение, что для некоторых крупногабаритных товаров нужно заполнять доставку. Пока что это на этапе предупреждения, но в дальнейшем может быть вывалиться в банк аккаунт. Пока не знаю, пока нет никакой информации. То есть, ее лучше заполнить. нажимаем плюсик, пишем сервис. Территория обслуживания и настраиваем, то есть, время доставки, время обработки, транспортировки и так далее. То есть, если у вас информация есть, я вам рекомендую этим заморочиться и настроить. Дальше. зоны доставки тут тоже. Зоны доставки доступны только в трех странах. Скорее всего, потому что там, в зависимости от региона, доставки разные. Поэтому здесь тоже разные. Для нас это нету, поэтому мы на это не обращаем внимания. Так, дальше. Переходим в развитие аккаунта. Здесь есть управление программами. Вот здесь я рекомендую подключать всегда программу отзывы клиента. То есть, это не обязательно, но это даст вам большой плюс. Пока мы ее опустим, вернемся к ней немножко позже. И последний пункт, что обязательно. на... Ну... 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 Почему-то не дает мне загрузить баннера. Продолжение следует. Смотрите. Когда вы подвяжете сайт, у вас появится поле брендинг. Вот здесь необходимо обязательно добавить логотипы вашего магазина. То есть квадратный и прямоугольный. Вот все размеры, все требования. Пожалуйста. Это нужно сделать как можно раньше, потому что баннера находятся на модерации от двух недель до месяца. Они вручную все проверяются и за этим очень строго Google следит. Поэтому после того, как вы подтвердили права собственности, необходимо добавить баннера. Это важный пункт. Тогда идем дальше. Что у нас по презентации? Вроде бы все основные моменты я вам сказал при регистрации. Нет, не сказал. Нужно теперь связать аккаунт Merchant Center с аккаунтом аналитики. Делается это вот здесь в связанных аккаунтах. То есть вы попадаете на кнопочку Google рекламы. Здесь у меня пусто, но у вас здесь может быть не пусто. Если на вот эту почту гугловскую, на ваш аккаунт, у вас зарегистрирован аккаунт AdWords, он вам автоматом сюда подтянется. Если нет, сюда можно просто указать любой идентификатор. Давайте. Мы будем связать. Просто берете и копируете ваш идентификатор. Я немножко подготовился. У меня есть аккаунт. Сомневается. Сомневаюсь. Один из них сделать такой из категории. Или, ну, допустим, у меня, я реально поверю на эту нападу очень сильно кое-каку. Она не защитит меня, потому что, я думаю, что это не ск sponsors. А теперь нажимаю на секунду. Я прямо сейчас. Я немножко сп eens. Я просто начинаю. Вот это мой аккаунт, вот идентификатор аккаунта, который нам нужен, опять оно обновилось. Вот наш аккаунт, копируем эти числа и возвращаемся сюда, вставляем сюда и отправить запрос. Сейчас в этот аккаунт ушел запрос, который нам нужно подтвердить и подтверждается он опять же с аккаунта AdWords. Переходим в инструменты и настройки, здесь связанные аккаунты, ищем здесь Merchant Center, нажимаем подробнее. Спасибо. Пока обновляется. Вижу вопрос от Романа. Отзывы покупателя нельзя будет удалить, если конкуренция решит поставить плохой отзыв. Ну, забегу вперед. Хорошо. Нет, люди не видят эти отзывы, скажем так. Их можете видеть только вы. Вот и все. Ну, об этом немножко обробнее далее, поговорим в самом конце. people. Полakis. По словам, вы получаете? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По фиду, то есть есть практически все форматы поддерживаются. Из основных это Google Docs, это XML, RSS и XT. Я в основном использую XML, потому что это самый надежный способ. Но если у вас ассортимент небольшой, можете использовать Google Docs. Давайте посмотрим в ТЗ, как готовится ФИН, и потом я вам подробно расскажу про каждый пункт. То есть вот так вот выглядит ТЗ, какое пишу я. То есть я для клиента пишу вот такого ТЗ, даю его программистам, и программисты уже решают. Это ТЗ для фида XML. То есть он содержит... Любой фид содержит определенный набор параметров. Какие-то обязательные, какие-то необязательные, но тут важно понимать, что для каждого типа интернет-магазина это разный набор параметров. Мы с вами разберем обычный интернет-магазин с широким ассортиментом, и я потом отмечу, для каких типов товаров что отличается. То есть идентификатор. Это уникальный идентификатор, который есть на каждом сайте, который присылается вашему товару. Все рынки на сайте, неважно. То есть этот идентификатор должен быть уникальным для каждого товара и содержаться вот в этом фиде. Следующий пункт. Название. Тайтл. Ну, тут все понятно. Название. Единственная просьба, скажем так, пишите максимально подробное название. То есть вот как в примере. Наружная IP-камера и модель. Тут бренд не указан, тут можно еще указать бренд. То есть чем больше вы напишите, тем лучше потом этот товар будет находиться в ротации. Потому что шоппинг берет данные с тайтла-дескрипшена и это все отдает в выдачу. Потом немножко подробнее поговорить. Дескрипшен. Описание. Максимально подробно расписываем ваш товар. То есть я знаю, на некоторых сайтах нету описания, кому-то лень его писать, что-то еще. Тут так не работает. Тут оно должно быть максимально подробным. Чем лучше вы его напишите, тем лучше потом товар у компании будет работать. Следующий пункт ссылка. Тут ссылка на фотографии. Фотография должна быть квадратная и не содержать водяных знаков. Желательно на белом фоне. Как пример. Сейчас покажу. Старый сайт. Старый сайт. До 10 изображений. Просто указывайте ссылки в столбец. С новой строчки и новая ссылка. Тогда у вас в выдаче будет несколько фотографий, что заметно вас выделит. Ссылку. Ссылка на товар. Я перепутал сначала. Теперь авиабилити. Наличие. Здесь должно выставляться наличие товара в магазине. Ну, по опыту скажу, что у нас все ставят инсток в наличии. И все. Но вы должны понимать, что если товар в фиде стоит в наличии, а на сайте его нету, у вас просто заблочит. Фид должен быть актуален. Следующий пункт. Цена. Цена указывается вот в таком формате с указанием валюты. То есть цена валюта. Цена со скидкой. То же самое, что и просто цена, только если ее нету, скидки, это поле остается пустым. Если она есть, указывается стоимость со скидкой. Но вот здесь должна указываться полная цена. Дальше. Состояние. Новый, восстановленный или был. У нас это new постендарк. Product type. Тип категории. То есть здесь опционально вы можете добавлять, как хотите. Но чем точнее вы сделаете, тем лучше будет вам потом сегментировать вашей компании. Я обычно беру путь с фильтрами на сайте и забиваю его. Потом я мог его оцемментировать. То есть вот камеры, IP-камера. Если бы тут было Wi-Fi камеры, камеры поворотные, IP-камеры, туда бы убивали. Первая, вторая, третья, то есть весь уровень нужно убивать. Куда проще будет нам его разделить. Так. Дальше. Ид. Следующая. Торговая марка. Тут мы указываем торговую марку этого товара. Ничего сложного. Google Product категории. Предлагаю пока опустить и вернемся через пару минут. GTIN. GTIN это обычно номер штрих-кода. Если он у вас есть, лучше его указывать. Это сделано для того, чтобы если вы работаете не только на Украину, а на другие страны, в других странах можно было свести ваш товар. То есть у каждого товара есть свой штрих-код. У партии он одинаковый. И тогда в Европе будут сводиться выдачи, будут показаны все продавцы, вы в том числе. Но для Украины это работает плохо. Если у вас нет GTIN, тогда лучше есть такой столбец MPM. И в него можно убивать айдишник товар. То есть будет потеряться, ничего страшного. В принципе, вот этот пункт Google Product категории, он очень важен. Здесь нужно указать, к какой категории относится товар по стандартам Google. То есть как пример, я это делаю вот так вот. Я беру все товары, которые есть у клиента на сайте и прописываю этот номер. То есть вот он айдишник и идет категория. Эти категории вы можете найти на сайте Google. Но у меня есть доксы, где это все переведено на русский. То есть ориентироваться в нем очень просто. Вы ищете ваш товар и вбиваете нужный вам номер. Тут придется помучиться, но выхода нет. Потому что это нужно сделать обязательно. Пока загружается, Рома пишет, без GTIN не проходит проверку. Да, не проходит, но если у вас нету столбца MPM. Если у вас есть таблица MPM, это аналог GTIN. И там проходит проверку. Но опять же, если вы не хотите заморачиваться, в GTIN можно просто айдишник бить, и это работает. Не знаю, как долго это будет работать, но пока работает. Google пропускает. Давайте на примере покажу. Допустим, нас интересуют носки. Вот, ищем носки для подарков. Не совсем то. Не совсем то. Носки. Носки и нижние билья. Вот они, носки. И если мы наведем сюда, мы увидим, какой айдишник в этой категории по стандарту Гугла. Вот этот номер переводим вот сюда, в фит. Указываем его вот в этот столбец. Можно еще указывать просто весь путь, но делать это на английском языке. Вот у меня есть пример. Здесь указано именно так. То есть вот Google полет категорию, видите, да? Как? Просто идет верхний уровень категории, следующий уровень, следующий, и так далее. По-моему, номер сделать намного проще, чем вот так. Хорошо. Теперь, что может отличить? Это набор обязательных полей, которые есть, которые должны быть во всех тудах. Потом, для одежды еще обязательные поля – это размер, цвет, пол и возраст. То есть для каждого типа свои столбцы, свои данные обязательные. Это потом вы получите вот этот вот пример ТЗ. Тут есть ссылка на справку, если вы по ней перейдете. Здесь будет описание всех атрибутов, что, как делается. И вот здесь, вот здесь, видите, справа полный набор всех атрибутов. Вот MPN, GTIN MPN, Рома, это тебе я отвечаю. Вот, просто если GTIN нету, ставим MPN, число, айдичник. Все, ничего страшного. Вот они, все параметры. То есть для каждого типа товаров они одинаковые, ну, они разные. В основном это касается одежды. В принципе, вот по фиду вы отдаете ТЗ программисту, программист готовит фид, вы потом его загружаете в аккаунт. Пока, по подготовке фида. Есть вопросы? Вы, если что, можете просто звук включать и спрашивать, не стесняйтесь. Вопрос есть. Скажите, Сергей, а без MPN и без GTIN, если это какой-то хендмейт товар, возможно его загрузить? Нет, невозможно, потому что один из этих столбцов должен быть либо GTIN, либо MPN. Опять же, если у вас нет ничего такого, у вас, по-любому, есть ID товара. Правильно? Ну, SQ, например, какой-то внутренний. Ну, любой рандомный номер, ID товара. Да, да, да. Вот этот любой рандомный номер вы можете ввести в MPN. Он вас пропустит. То есть внутренний номер, под которым товар идентифицируется, да, пускай это хендмейт, внутренний номер, можно туда как MPN указать. Да, да, абсолютно. То есть этот номер покупателю он не виден. Это чисто для ваших внутренних пользователей, для вас, для системы. Потому что без него система вас не пропустит. Поэтому любой номер рандомный можете указывать. Понял, спасибо. Еще есть вопросы? Хорошо. Тогда следующий пункт. Мы загружаем вид в аккаунт. То есть я вот взял пример. Я не знаю, подойдет он или не подойдет, потому что делал его года два назад. Сейчас попробуем. То есть, что, как это происходит? Переходим в аккаунт мучайм-центра. Здесь у нас нет, вот здесь товары. Тут ничего нету. Если товаров несколько, понимаем. Что вас попросит? Страна сбыта Украина. Язык. Язык. Берем язык, который фиде. То есть либо украинский, либо русский. Если у вас на сайте два языка, тогда вам нужно делать два фида. Один на украинском, один на русском. Причем здесь есть русский просто и русский Украина. Вот до недавнего времени все почему-то выдрали русский Украина. Но в чем разница между ними, никто не знает. Пока Google не обвалил все аккаунты, которые ставит русский Украина. Поэтому я вам рекомендую его никогда не использовать, ставить русский. Потому что что с ним происходит, сейчас непонятно. Берем русский. Платформы Google. Подолжим. Здесь название фида. Просто фид. Google таблица. У меня это Google таблица. Если вы используете XML, тогда можно поставить по расписанию и будет лучше. Давайте пока Google таблица, потом покажу, как поставить по расписанию. Продолжить. У меня тут ничего нет. Давайте я возьму какой-то фид. Готовый. Не будем заморачиваться. То есть этот фид должен быть на той почве, на которой зарегистрирован аккаунт. Да нет, не возьму этот клиент. Еще будут ругаться 6 секунд. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Если вы обновляете, как только у вас инфа на сайте поменялась, автомат поменяется и пид. В Google Доксе это все придется обносить вручную. Ну, либо же вы как-то там это все автоматизируете. И когда товаров много, это становится проблемой. Потому что Google, роботы, мерчанты проверяют, по-моему, 3-4 раза в день в соответствии данных людей с вашим сайтом. И если, например, цена отличается, вам сначала прилетает, мы называем так, письмо счастья, где написано, что вот вы обманываете клиента, вот вам срок 2 недели, исправить эти ошибки, либо же ваш аккаунт будет заблокирован. Поэтому здесь сами решать. Если товаров немного, пожалуйста, можете в Google Доксах, так будет проще. Но лучше заморочиться в XML. Нажимаем на создать. Опять просит разрешение. Прошу. Пит наш загружен. Идем сюда. Что здесь? Здесь в настройках нам нужно указать, когда обновлять. То есть минимум раз в день надо обновлять. То есть обновляется фид, потом обновляется мерчант с новыми данными, обновляет товар. То есть я обычно ставлю это на раннее утро, когда уже товары на сайте обновлены. Теперь нужно поменять нас. И здесь. Сохранить. Хорошо. Что следующим пунктом? То есть мы сейчас его загрузили, со временем он загрузится сам. Для того, чтобы это время не ждать, есть кнопочка загрузить. Нажимаем и ждем, пока начантом работает наш фид. И если все окей, товары загрузятся. Если не окей, он вам напишет, в чем ошибка. И что нужно сделать? Я буду скачать подождем, товаров не очень много. Спасибо. 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 Субтитры сделал. все было окей код gt не определен какая-то здесь ошибка можно назвать видите даже значение google такого не может определить нет такого чтена природе но здесь у нас желтый треугольничек эта ошибка не критическая то есть ее можно не править но лучше все-таки этого избегать и тогда нам диким поменяем на mpn и все это будет хорошо то есть тут видим 32 товара обработанных проблемы вот то есть по факту фит у нас загружен убираем эти ошибки все хорошо следующий правило преобразования допустим у вас очень большой фит и обновить его либо внести какое-то изменение допустим добавить какой-то столбец становится настоящей проблемой вы можете это сделать руками в правилах фида то есть обычно мы это используем для того чтобы задать кастомные метки есть поля кастом лейбл от 0 до 4 то есть 5 меток которые вы можете записывать что угодно если программисты не могут сделать например категорию вам вы можете это сделать сам что делать плюсик обработанные атрибуты и смотрим что мы будем добавлять название покажу на на живом может быть проблема том что это вот видите метка продавца 04 допустим мы хотим задать метку вот если у нас определенная группа чехлов для телефонов здесь но были вынести их отдельный стаблик программист не может поэтому мы это делаем сами мы забираем условия если берем любой стаблик из основного фида допустим это будет тайтл наше название то есть если название содержит чехол задать значение кастом лейбл указываем наше значение что произойдет если мы сейчас применим вот это вот правило сохраним проект то всем товарам которые в названии содержат чехол присвоится вот эта метка самый клёвый чехол который потом можно будет с помощью которого потом можно будет разделить товары в компании принципе ничего сложного комбинации любые что можно делать что угодно я на этом не буду сильно останавливаться потому что время у нас все-таки немножко ограничено здесь нету потому что скорее всего кастом лейбл кастом ну через докс сделан фид поэтому некоторые столбцы упускаются теперь что еще по фидам фидов основных фидов вы можете делать несколько то есть можете добавить еще один и еще один еще один но опять же у каждого меча центра есть ограничение по количеству товаров в фиде максимальное что я видел это 700 тысяч его можно потом увеличить через поддержку но это очень проблемно второе вы можете сделать дополнительных важный момент что такое дополнительный фид это фид с помощью которого вы как-то обновляется обновляете основной фид помощью айтишник то есть что имеется ввиду например вы обновляете цены на сайте два раза в день первый раз обновляется основной фид второй раз вы никак не можете обновить потому что тут минимальный срок раз в день вы загружаете дополнительный фид где указываете только два столбца это айтишник и цен прайс и опять так же самое выставляете ему время обновления допустим после двух дня два дня что происходит в два дня берется дополнительный фид сравнивается с основным по айтишнику и если есть в основном отличие от дополнительного то берется то основной подставляется данные из дополнительного фида то есть вот так вот можно обойти проблему загрузки проблему обновления фида несколько раз в день но если вы больше трех-четырех раз обновляетесь с этим придется помучаться в принципе по фидам у меня все вопросы есть у вас есть вопрос а если на сайте товар заканчивается но его нет тогда обновляется и уходит с рекламы если тогда вам нужно обновлять фид он автоматически обновляется да это вот почему я люблю xml потому что он настраивается так что обновляется автоматом то есть у нас есть столбец и он здесь наличие то есть изначально стоит инсток ну наличие когда товар пропадает на сайте меняется статус нет наличии он также должен поменяться и в фиде out of stock он меняется и товар уходит из ротации и в рекламу больше не пускается если потом он опять появляется он автоматически попадает в рекламу да вы обновляете фид 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 обновляет мерчант и товар если он появляется в наличии он автоматом уходит в ротацию в компании которая будет поставлена я понял спасибо да так роман спрашивает если сервис автогенерации пидов насколько я знаю где все платные я знаю вот этот hotline он для тех кого свои магазины сам делает виды то есть это бесплатно все остальные сервисы это платно бесплатно я пока не слышал поэтому особо ими не не интересовался еще есть вопрос да есть еще вопрос пожалуйста вот когда человек с google да переходит на к тебе на ставь google он как бы но заказать и клики чарж какой-то делает работает платите ли вы за переход на сайт если это работает как обычный поиск вот давайте пример покажу то есть а вот видите шок показываться если мы вот так вот просто смотрим она с нас ничего не берет вот можем нажать другие перейдем сюда вот здесь уже если вы кликаете она будет брать то есть но пока вы не кликните на 1 сам товар человек не придет с вас ничего не спишет списывается стоимость клика только когда человек кликает именно на ваш товар вы как продавец человек переходит на ваш сайт нас вас есть и царь иная стоимость за клик об этом мы поговорим немножко начали будем компанию запускать еще есть вопросы хорошо давайте переходим дальше час я еще момент покажу вам как выглядит диагностика после того как вы загрузили товар вот на вкладке диагностика вас появится такие два графика хороших наверно еще не появилась товарищи не появился давите пока данных нет давайте я покажу живой аккаунт то есть тут вот сколько активных товаров только товаров с истекающим сроком это скорее всего не для украины столбец отклоненные и товары в очереди на правку это те которые новые педе которые еще не прошли модерации ниже идут перечень ошибок и рекомендации то есть красное это желательно все исправлять написано нарушение правил за эти правила нарушены и что с этим можно сделать если вы по факту не нарушаете никаких правил а в основном отклоняли это роботы и в таком случае вам нужно писать в поддержку угла они отправят на наручную модерацию и после этого все ну примут товар сходят данные не подтвержденные но то что мы замечали если у вас меньше 5 процентов отклоненных товаров шопинг работает намного лучше если больше намного хуже поэтому желательно вот такая красная черта 5 процентов не больше активный товар означает что товар активен но можно пускать в рекламу вроде бы здесь с фидом все закончится что у нас следующий раз запуск компании давайте немножко поговорим есть два типа рекламных кампаний и обычный шопинг и умный шопинг начнем издали шопинг появился в украине около двух двух с половиной лет назад не помню точно или два или два полтора уже давненько и тогда нам была доступна только обычный шопинг разница между ними в том что умный шопинг показывается еще в контекстной медийной сети все такое контекстной медийной сети надеюсь вы знаете или если не знаете скажу что это то место сайты партнеры google где вы видите баннера допустим кино смотрите по бокам у вас баннера это сайт партнер вот там обычный шопинг показывается только в поисковой выдаче больше нигде основная разница между ними это в системе оптим назначения ставок и оптимизации то есть если обычный шопинг содержит себе все стратегии назначения ставок которые содержат и обычный поиск то умный шопинг работает только с рентабельностью вот и все вот между ними вот это вот главная разница но умный шопинг работает в разы лучше потому что основан на интеллектуальном назначении ставок но для того чтобы у вас умный шопинг заработал хорошо нужно чтобы вы правильно настроили конверсии в аккаунте ads я на этом останавливаться не буду но замечу что вы должны туда импортировать ценность в эту конверсию обязательно потом потом то есть говорят что шопинг умный шопинг хорошо работает когда у него когда он получил первые 15 конверсий когда он уже понимает каких людей ему нужно искать и начинать искать целевых людей и хорошо с этим справляются умный же шопинг то же самое как и поиск работает по запросу то есть есть запрос есть показ умный шопинг показывается тем кто с большей вероятностью купит вот как-то вот так изначально когда он заходила в украину мы могли настроить сначала обычный шопинг он набирал 15-30 конверсий и только потом подключали умный шопинг сейчас уже можно подключать сразу умный что я рекомендую вам делать но вы должны понимать что первую неделю две он будет работать как обычно то есть будет показываться на всех пока не наберет нужное количество конверсий для обучения поэтому там могут быть очень большие скачки как в расходе за день так и в доходе за день об этом немножко подробнее чуть позже поговорим так шопинг и умный шопинг как настроить настраиваться все довольно таки легко тут мы подтвердили шопинг идем наш и создаем новую компанию все и и и и выбираем продажи здесь торговая дальше проверяет если у нас связка с аккаунтом чан-центра если есть вот она подтягивается страну нужно выбирать то есть страна это гео-таргетинг раньше такого не было раньше шопинг ориентировался на страну сбыта которую мы указывали при регистрации товара сейчас можно установить и здесь украина эти ум не дает создать потому что в этот аккаунт не импортирована конверсия мы можете давать только простую продолжить настройки компании название даем нейминг какой-то и вот ставки изначально предлагают начать за клик вручную но если мы посмотрим сюда здесь можно еще в максимальных исток кликов и целевая рентабельность инвестиций рекламы вот умный шокинг работает только с вот этого степей целевая рентабельность инвестиций пока оставим вручную бюджет указываем бюджетка то количество денег которыми мы можем тратить день допустим тысяча гривен но учтите что google может этот дневной бюджет перетратить два раза если вы выставили тысячу будьте готовы к тому что иногда он может тратить тысяч и двести тысячи 500 может быть две чем это абонентировано мне говорят что за рамки месячного бюджета компания не выиграет то есть если она сегодня потратила две тысячи завтра на не потратить ничего но я так вообще не встречал поэтому будьте готовы тому что компания может перетратить на бюджет дальше приоритет компании если у вас одна компания, вам без разницы, какой приоритет. Но если компаний торговых несколько, вам уже нужно каждой выбрать приоритет. Что это означает? Допустим, у вас закончились деньги на аккаунте. Google это видит и начинает отдавать меньше трафика компаниям с низшим приоритетом. То есть, если у вас три компании, у одной та компания, у которой стоит низкий приоритет, выключится первый. Потом средний, потом высокий. То есть, с высоким приоритетом будут держаться до того момента, пока у вас не закончатся деньги на аккаунт. Скажем так. Таргетинг. Можем выбрать поисковую сеть и youtube и gmail. Вот это вот для обычного шоппинга все. Тут мы ничего не можем выбирать. Здесь выбираем гео, где мы будем крутиться. Тут автоматом Украина, потому что аккаунт, например, инвестированный. Можем выбрать другое. В основном это у нас всегда берем Украина. Так, целевое значение. И исключаем Донецк и Луганск, потому что туда служба доставки не ездит. Поэтому, оказывается, там нам не надо. Очень жаль. То есть, мы покажемся на Украину, но исключаем Донецк и Луганск. В принципе, все. Сохранить продолжит. Группа. Ставка. То есть, мы указываем сами цену за клик, максимальную цену за клик, которую мы готовы отдавать. То есть, это вот к вопросу, сколько мы будем платить денег. В обычном шоппинге мы указываем максимальную цену клика, но, опять же, здесь цена клика котируется в среднем равна цене клика на обычном поиске. Поэтому 2-3 гривны, вот так вот. Допустим, если вы указываете 2 гривны, то максимум, что с вас Google сможет списать, это будут 2 гривны за один клик. Но, опять же, имейте в виду, что этой ставки может быть недостаточно, если на рынке много конкурентов. То есть, вот мы видели выдачу, там много продавцов. Если их много, то этой ставки может быть недостаточно. Тогда у вас просто не будет показов, не будет продаж. Тут нужно за этим следить. Сохранить. Вот и все. Обычный шоппинг запущен. Дальше, что происходит? Мы попадаем на вкладку группы товаров. Здесь автоматом подтягиваются все товары. Если мы наведем на название, вот здесь все товары пишут, в этой группе нет отправленных товаров. Но, если бы у нас шоппинг был бы не заблокирован, все товары, которые у нас в фиде, были бы вот здесь. То есть, у нас там 32 товара, вот эти 32 товара были бы здесь. Это первый момент проверки, что все хорошо. Тогда бы здесь было написано, типа, готово, 33 товара, можно отправлять. Дальше мы можем сегментировать. Если опять же наведем, здесь будет плюсик. Нажимаем сюда. И можем сегментировать по любому столбцу из фида. По бренду, по идентификатору, по чему угодно. Почему я говорил вам заполнять сюда тип товара? Потому что вот здесь потом вы можете разделить на группу. Здесь нет, потому что фид заблокирован. Мы ничего не можем сделать. Но имейте в виду, что это можно сделать вот здесь. То есть, просто плюсик, выбрали все, что надо, сохранить. В обычном шоппинге вы можете делать несколько групп объявлений. То есть, если мы сейчас вернемся на уровень компании, здесь будут появиться группы объявлений. Вы можете делать их несколько. Допустим, в одной группе будут, не знаю, телефоны, во второй – телевизор. Телевизор. Вот плюсик группа. Телевизор. Телевизор. Я деревян заклипал. Вас опять же бросит на все товары. То есть, вот, мы сейчас покажем, посмотрим. Находимся на группе «Телефоны». Но здесь опять все товары. Вот здесь нужно сегментировать. То есть, выбираем тип «Телефоны» и возвращаемся. Когда вот здесь, вот, дальше пойдет такое, будет вложение, будет написано «Телефоны и прочие товары». То есть, прочее, имеется в виду все товары, которые не помечены как «Телефоны». Их нужно будет выключить вот таким способом. Если вы делаете одну компанию, несколько групп, следите, чтобы категории в ней не пересекались. Потому что тогда вы будете конкурировать сами с собой, искусственно завышая себе цену клика, которая так немаленькая. Вот, в принципе, и все. Вот наш обычный шопинг. Сейчас я попробую настроить быстро конверсию, показать вам умный шопинг. Немного шопинга. Так, Лес, конверсия, пойдемте попробуем настроить. Так, Лес, конверсия, пойдемте попробуем настроить. Да, пожалуйста. Вот, есть. Так. А, окей, хорошо. Блин, не покажу вам, как настроить умный. Ладно, давайте сейчас сделаем простую. Расскажу, в чем разница. Когда вы выбираете умную компанию, у вас вот здесь, вот здесь добавляется еще контекстная медийная сеть. И вот здесь вот используется только целевая рентабельность института рекламы. Что это означает? То есть вы указываете, какую бы рентабельность вы хотели получать. Допустим, 100%. Это означает, что Google будет стараться показывать ваши объявления так, чтобы на каждую гривну трат заработать вам 2 гривни. Сказываете, 300 – это уже будет 3 гривни. 3-4, вот в таком плане. Изначально, когда вы запускаете умный шоппинг, я рекомендую не ограничивать рентабельность. То есть мы выбираем целевую рентабельность, но не ограничиваем самым значением. Это дает компании обучиться, разогнаться и начать продавать вам товары без ограничений, скажем так, чисто. Спустя 2 месяца вы должны указать эту рентабельность. Мы об этом поговорим немножко дальше, когда будет про оптимизацию. Точно так же настройка, настройка бюджета, тут выбираем галочку, здесь будут настройки те же самые. Разница будет в объявлении. Объявление здесь будет, то есть мы в обычном шопинге объявление вообще не создавали, оно делается автоматом с помощью фида вашего. В умном шопинге нам нужно его делать. Это будет адаптивное медийное объявление. Попробуем. И ну, надо выключать, потому что, извините, я не могу вам показать живые аккаунты, что там данные клиента, которые не совсем могут быть. Поэтому, я не могу показать. Поэтому, я не могу показать. Так, адаптивное медийное объявление. Что здесь? Так, как создать, как создать? Ну, то есть там будут поля, где вы можете указать целевую ссылку, потом указать продавца, указать логотип, указать картинку объявления, заголовок 1, описание 1 и отображаемую ссылку. То есть, что это означает? Логотип, сразу говорю, вы не сможете из ads задать, потому что он берется из аккаунта Мерчанта. Почему я вам говорил сразу, загружайте логотип. Потом, баннер. Баннер должен быть размером 1200 на 628. Обычный баннер. Можно загружать, по-моему, до 5 или до 10 штук в одно объявление. Потом, целевая ссылка. Это ссылка, на которую человек попадает после того, как кликнет на вашу рекламу, если он кликнет его из контекстной медийной сети. Потом, заголовок, описание. Заголовок можно делать до 5 штук разных, с количеством 30, ну, в одном заголовке 30 символов. Описание тоже можете делать до 5 штук, в одном описании до 90 символов. Продавец. Я обычно пишу домен сайт. Вот и все. И сейчас, если тут показано, как это выглядит, попробую немножко по-другому сделать. Продолжение следует. Следующий этап, последний будет создание вот такого объявления. Изображение и логотип. Логотип вы не сможете сделать. Логотип, я уже говорил, повторюсь, берется из аккаунта. Вот у меня есть такая картинка подготовленная. Загружается. Видите, можно делать до 15 изображений. Скрипает разные изображения нужного формата. И еще. Использовать. Как изображение? Сохраняем. Тут еще нужно квадратное, но это в объявлении умного шутинга там квадратное не нужно, только прямоугольное. Дальше. Заголовки до 5. Пишите заголовки. Длинный заголовок. Опять же пишите длинный заголовок. И описание. Дальше. Вот здесь конечный URL. Это тот URL, на который человек попадает после клика. Название компании. Потом вот есть предпросмотр, как будет выглядеть это объявление. Картинка, заголовки, длинные заголовки и продается. Точно так же будет в умном шопинге. Нажимаем «Сохранить». Все. Компания создана. В чем разница? На одну компанию умного шопинга может быть только одна группа объявлений. Поэтому, когда создаете, если обычно можно разделять на разные группы, то здесь нет. Здесь на одну компанию одна группа. Поэтому запускаем одну компанию, даем ей месяца два поработать без ограничения по рентабилу. и смотрим на результат. В принципе, по запуску компании у меня все. Есть вопросы у вас? Вопросов нема. Хорошо. Следующий пункт – это оптимизация. Я такую картинку подготовил. Запустили компанию. Что с ним делать дальше? Тут все на словах, потому что реальные данные показывать вам не могу. Но берем умный шопинг. Обычный шопинг, если вы запускаете, запускаете до того момента, пока у вас не берется нужное кресло конверсии. После запуска умного шопинга обычный просто потеряет весь трафик. Не буду я получать, потому что весь трафик будет получать умный шопинг. Конечно, есть ситуации, когда работают и умный, и обычный хорошо, но это скорее исключение из правил, чем какое-то правило. Поэтому, когда вы запускаете умный, обычный перестает работать. Вы даете умному шопингу поработать месяц-два. Он набирает статистику. После этого вам нужно разделять на категории. Очень часто вижу, когда люди не разделяют, просто запускают одну компанию и все. Что происходит? Так как тут стратегия значения ставок по вентабельности, то Google будет отдавать предпочтение тем товарам, которые подаются чаще. То есть, со временем, если у вас много товаров, лучше продаются там ручки, а не телефоны, то умный шопинг будет отдавать предпочтение ручкам и продавать их чаще, чем телефоны. То есть, телефоны не будут получать показов, сколько нужно. Именно для этого нужно эти категории разносить по разным компаниям. То есть, мы видим, что ручки продаются хорошо, вынесли ее в отдельную компанию. Опять же, без вентабельности месяц-два она поработала. Что будет с компанией-донором? Эта компания будет отдавать предпочтение другим товарам, которые тоже должны продаваться, скажем так. И вот такой вот путь идет. Проходите, проходите, пока не разделите на все категории. То есть, вы должны понимать, что это умная стратегия значения ставок и ей нужно время, чтобы обучиться. Обучается она лучше всего на тех данных, которые получила сама. Второй момент, что еще можно делать с шоппингом, это оптимизировать фид. То есть, чем больше и лучше вы напишете title description, тем больше у вас будет показов. Опять же, есть негласное правило, что если у вас очень маленький фид, то он вряд ли попадет в ротацию на поиски, то есть, выдача именно под поиск, с большей вероятностью он попадет на поисковые партнеры, что есть сайты, которые не есть поиском Google. То есть, чем больше фид, тем больше у него шансов попасть в выдачу. И чем меньше у вас конкурентов. И чем лучше у вас сделан сам фид. То есть, чем полнее наполнение фида, тем лучше для вас. Вот, в принципе, и все по работе с шоппингом. Вопросики есть у вас? Нету, спасибо. Любой вопрос, я готов ответить. Раз нету, тогда скажите, как вам вебинар? Было ли вам полезно и интересно? Было полезно, да. Спасибо. Узнал информацию много, которые как бы интересны. Попробуем. Спасибо. Попробуйте. Да, и буду рад, если вы потом отпишите мне, как у вас получилось. Хорошо. Здесь есть моя почта, мой скайп. Презентация у вас будет. Можете мне писать, если будут вопросы, что-то еще. Можете писать, я постараюсь вам помочь. Плюс ко всему, у нас есть Netpeak Cluster. Это бесплатная, скажем так, платформа для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Там, если вы туда подключаетесь, вы попадаете в чатик, где вам наши спецы, где вас наши спецы консультируют. То есть абсолютно бесплатно вы можете получать консультацию. Плюс уже придумали там ClusterPet, который автоматом может провести аудит ваших поисковых главных компаний. Поэтому, кому интересно, вы можете подключаться. Это абсолютно бесплатно для вас. Хорошо, спасибо за информацию. Да, тогда, если все, если у вас вопросов больше нет, то я предлагаю заканчивать. Я надеюсь, я смог вас заинтересовать в этот понедельничный вечер. Да, было интересно, спасибо. Да, спасибо, что пришли. Хорошего всем вечера. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.